Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этот раз мы с вами покопаемся в новом дашборде, а именно в дашборде Xbox Series. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну а также написать свое мнение о данном дашборде. Давайте копаться! Мне данный дашборд прилетел в воскресенье вечером, собственно, именно сейчас я и пишу данный видос. Как только он прилетел, я такой, да, надо писать видос. Если честно, по первому впечатлению, он мало чем вообще изменился. Единственное какое-то изменение, так это стали немножко округленные уголки квадратиков. Вот если вы можете заметить, они стали округленные. Раньше они были прям такие вот прямые. Если мы залетим в мои приложения, в мои игры и приложения, то, в принципе, здесь мы увидим лишь то, что опять же округленные уголки и немножко больше места между ячейками. В приложениях, по сути, то же самое, группы также немножко изменились, а остальное все, по-моему, на прежних местах. Единственное, по первому впечатлению, он стал работать намного быстрее, нежели дашборд от Xbox One. Я не знаю, может быть, это, конечно, первое такое ощущение, что прилетел новый дашборд, он работает быстро, потому что у меня бывало такое, но чувствуется он все равно шустрее. Если вдруг он вам тоже прилетел, то напишите в комментариях, так ли это, может быть, мне одному так кажется. Игры, приложения, группы, по сути, мало чем изменились, единственное, между ячейками стало как будто больше места. И выглядит это немножко симпатичнее, чем было. Давайте залезем в настройки, посмотрим, что там. По первому впечатлению, опять же, ничего нового. Вот, наверное, единственное, записаться, поделиться. Кстати, вот эта вкладка мне всегда была интересна, потому что у Фила был пост о том, что на Xbox, ну, просто на Xbox с новым обновлением, не знаю, когда он имел в виду. Но в качестве стрима у ребят будут развязаны руки, и якобы можно будет стримить намного больше платформ. Так ли это? Не так. Вот, я, конечно, не знаю, имел ли он именно про стриминг, может быть, что-то я не понял. Но, короче, что-то касаемо стримов, здесь вообще все убрано. Скорее всего, стримить с Xbox можно будет только на Twitch через встроенное приложение. Единственное, что здесь новое, это, скорее всего, вот это сопоставление кнопок поделиться. Дело в том, что дашборд этот новый, и, скорее всего, данная вкладка, она подстроена под вот эту вот кнопку, которая будет в новом Xbox. Если что, кто-то не знал, то в новом геймпаде будет кнопка поделиться. И, видимо, ее можно вот так вот обозначить. Что она будет значить, пока непонятно. Вот, давайте попробуем персонализировать, может быть, в персонализации здесь что-то будет. Тема движения. Давайте светлую посмотрим. Ух, как ярко-то, е-мое. И вот так вот выглядит, по сути, дашборд в белом цвете. Эта функция была и на старом дашборде, но, так или иначе, я вам демонстрирую это на новом дашборде. В принципе, приятно. Приятно, но темный мне все-таки нравится больше. Вот так вот, кстати, выглядит вкладка Guide. Она также поменялась, а именно здесь стали округленные углы, как вы можете заметить. И, опять же, она, на мой взгляд, стала шустрее работать. То есть, прогрузок практически нет никаких. Вот, также можно менять местами вот эти вкладки. Сейчас я вам покажу. Настрой гид. То есть, вот это вот можно поменять местами, кому как удобно. Вот, и давайте все-таки переключим, наверное, на темный вариант. Вот, он получше. Не так светит в глаза, как по мне. Вот, куда можно здесь еще залезть? Сюда можно залезть в профиль, посмотреть, как выглядит профиль, поскольку по роликам, которые я видел, он немножко изменен. Да, действительно, вот так вот выглядит теперь профиль. На мой взгляд, стал прикольнее выглядеть. Сзади у вас отображается аватарка. Попробуем его давайте настроить. Может быть, что-то здесь новенькое будет. Здесь у нас изменить тему. Изменить тему появилось. И что это у нас такое? Ага. Это якобы задний фон, который ставится на профиль. Ну, я бы не сказал, что это какое-то просто офигенное нововведение. Но, окей, давайте посмотрим тогда все темы, какие доступны. Жалко, конечно, что, скорее всего, нельзя будет ставить свои темы, потому что здесь нет такой вкладки. Может быть, конечно, через ПК это можно будет поставить, не знаю, но пока что такое. Кстати, есть несколько тематических тем. Это у нас Форзы, Гирза, Майнкрафт, Хейла и Sea of Seas. Давайте Форзу поставим, посмотрим. Ну, прикольнее. Да, прикольнее, потому что раньше была, по-моему, такая тема, что у тебя просто стоит фон цвета, который ты выбрал. Не какая-то там картинка и там подобное. Так, давайте посмотрим тематически темы, что у нас тут есть. Вот это, наверное, наша аватарка. Да, это наша аватарка. Темный цвет. Ну-ка, Гирза. Ну, такое. Майнкрафт. Ну-ка. Ну, кстати, вот Майнкрафт самый топовый, по-моему, офигенный. Вот. Единственное, я говорю, жалко, что они, наверное, не это, не подсуетились с темами, не сделали какими-то вот прям под этот, под дизайн, а просто выбрали какие-то рандомные картинки. Ну, вот, Хейла, ну, что это такое? И скрин, так скажем, не самого высокого разрешения. И Sea of Seas. И Sea of Seas. Ладно. Как по мне, больше прикольнее тогда, когда ваша аватарка сзади. Вот. Кстати, если кто-то заметил, то у меня есть маленький логотипчик Амбассадор Иксбокса. Это такая движуха, за которую вы можете получить такие значки. Там просто нужно проходить опросы, делать, так скажем, активности, и можно просто заработать такой значок. Там, по-моему, 5 уровней есть, не ошибаюсь. Вот. В других местах. Ну-ка, поиск. Кстати, магазин. Давайте зайдем в магазин. Я не знаю, пришла ли мне обнова или нет, но по слухам, даже не по слухам, а по информации, было сказано, что магазин, он должен поменяться. У меня он, скорее всего, еще не прилетел. Он доступен, скорее всего, только таким заядлым инсайдерам. Если что, я не такой заядлый инсайдер. Я получаю, наверное, ну, не среди первых, среди вторых, третьих и тому подобных. Нет, короче, магазин, он никак не изменился, но, знаете, с этим дашбортом, на мой взгляд, опять же, он стал работать шустрее. То есть, вкладки как-то стали быстрее прогружаться. Раньше он прям тупил, прям загружался я не знаю сколько, а сейчас прям шустренько тук-тук-тук-тук-тук. Ну-ка, давайте еще тогда, куда здесь еще можно перейти? Так, подписка Xbox Game Pass. В принципе, не изменилось вообще никак. Осталось на прежнем уровне. Миксера все еще нету, но, в принципе, не нужно, потому что его закрыли нахрен. Вот, и давайте попробуем добавить игру. Ну, опять же, все то же самое. Единственное, по-моему, мини-изменение, я краембоком заметил, это тогда, когда вы смотрите достижения, вот здесь, снизу, у вас появляется картинка игры. Вот видите, Marvel Avengers, и снизу, так скажем, виднеется данная картинка. Я, кстати, по нему очень редко лазил, не знаю, что здесь нового. Опять же, наверное, округлились лишь углы. Потом, что у нас? Давайте зайдем в клубы, посмотрим, что там. Вдруг какие-то изменения. Кстати, если кто-то не знал, у нас есть клуб GPX, подписывайтесь, всегда будем рады. Так, ну тут, если я не ошибаюсь, потому что в клубы я тоже очень давно не заходил, изменились немножко опять вот эти вот вкладки. Опять углы, и, наверное, их поделили по две, потому что раньше было по четыре или по три, не помню. Вот здесь все то же самое. В чате тоже, тоже, тоже. Так, давайте откроем какие-нибудь беседы. К примеру, с братом. Ничего не поменялось. Единственное, по-моему, новое введение здесь есть еще и в команде. То есть я видел обзоры других блогеров, зарубежных, и они говорили, что когда ты создаешь команду, сейчас давайте вот создаешь команду, и когда туда кто-то еще входит, то, в принципе, можно отрегулировать громкость каждого. Сейчас давайте попробуем перейти просто на другой профиль и посмотреть, так ли это. А, вот, мы в команде. Да, действительно, можно изменять звук теперь каждого. Это очень годная вещь, на мой взгляд, потому что есть ребята, у которых микрофон намного громче разговаривает, у кого-то тише, и ты можешь их настроить под общий звук. Это очень клевая тема, я считаю, и очень полезная. В этом майке молодцы. Вот, единственное, наверное, отличие данного дашборта от дашборта Xbox Series, это в том, что здесь пока я не вижу гивок. Именно гив-картинок, которые будут на заднем фоне, потому что если вы посмотрите трейлер нового дашборта, то вы, в принципе, увидите, сзади такие линии летают. Я не знаю, можно ли их как-то здесь поставить, мне кажется, нет. Нет, хотя давайте попытаемся. Тема движения нет, походу здесь ничего такого нету. Вот, и поэтому так. В принципе, дашборд классный, да, то, что он стал быстрее намного, это очень клево. Единственное, наверное, фигово в нем то, что, когда ты купишь Xbox Series, у тебя не будет никакой новизны, наверное, кроме как живых обоев сзади вот этого дашборта. Очень надеюсь, что всякие гивки можно будет ставить свои. Это было бы классно, можно было бы сделать их какими-то тематическими, какими-то индивидуальными. Но пока то, что здесь представлено, вот, например, вот, когда ты заходишь в меню и выбираешь себе систему назад, это на самом деле не густо. Надеюсь, все-таки кастомизировать можно будет под себя, это будет очень классно. Вот. В целом прикольно. В общем, пишите в комментариях свое мнение о данном дашборде. Я надеюсь, ролик вам понравился, он был интересный, поскольку мне вот лично интересно было бы пощупать данный дашборд. Вот. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видосов. Я думаю, что они вам тоже понравятся. Вот. Также напишите в комментариях, ждете ли вы Xbox Series и прилетел ли вам такой дашборд. На этом все. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok